На Багамских островах лучшие пещерные дайверы погружаются в голубую бездну. Они исследуют подводные пещеры, наполненные загадками и дайверами, которым не удалось их покинуть живыми. В расчете на количество попыток дайвинг — самый опасный спорт на Земле. Им грозят обрушение скал, потери сознания и паника. Они делают это ради острых ощущений, для того, чтобы быть первыми и чтобы найти древние останки. Эти пещеры — голубые бездны, жидкие хранилища времени, где ты сталкиваешься лицом к лицу с прошлым. Сейчас экстремальные дайверы пытаются раскрыть тайну затерянного мира. Но смогут ли они выжить в этой враждебной среде? Под давлением, под водой, под землей. Погружение в лабиринт. Всего лишь в 96 километрах от берегов Флориды в Карибском море находится рай, известный как Багамы. Здесь полно интересных мест. Они притягивают миллионы туристов каждый год. Но эти гости приехали сюда не ради солнца или песка, а ради Толикериска. Они прибыли сюда в поисках затерянного мира. Они экстремальные исследователи, астронавты подводного морского пространства, называемого «голубые дыры». Голубые дыры называются так по причине темно-голубого цвета их глубин. И хотя они не выглядят такими внушительными с поверхности, оказывается, что этот небольшой водоем может простираться на сотни метров вглубь, разветвляясь на лабиринты подводных проходов и туннелей. Тайны этих глубин манят как профессионалов, так и азартных храбрецов. В среднем 20 дайверов ежегодно погибает в подобных пещерах. Но для наших исследователей это оправданный риск, потому что голубые дыры — не просто красивое зрелище. некоторые пещеры хранят свидетельства прошлого, как жидкие капсулы времени. Погружение в них возвращает исследователей на тысячи лет назад, открывая свидетельства древних затерянных Багамских островов. Как же выглядел этот мир тогда? И кто жил здесь? Беспрецедентная совместная экспедиция пещерных дайверов и ученых мирового класса собирается выяснить это. Есть два варианта попасть туда прямо сейчас. Первый — прыгнуть, и второй, думаю, тоже прыгнуть. Антрополог Кенни Броуд, исследователь National Geographic, руководит экспедицией. Мы пытаемся заглянуть в окно, ведущее в прошлое, чтобы понять, на что оно было похоже. Существующее прошлое, геологическое прошлое. И вы можете погрузиться в голубую дыру и найти нечто, что изменит ваше представление об этих островах. Они сделают это, исследовав семь голубых дыр всего за три недели на островах Андрос и Абако. Команда прибыла сюда, потому что на Багамах возможно самое крупное в мире сосредоточение голубых дыр. Шансы совершить открытие высоки. Риск еще выше. Поэтому Кенни обратился к Брайану Кей Куку, чтобы тот возглавил команду. Брайан — один из самых опытных пещерных дайверов в мире. Мы просто хотим увидеть, что находится за тем углом. Мы не хотим останавливаться. Пещерные дайверы живут ради того, чтобы дополнять карты, и, возможно, нас ждут неприятности. Уэст Скайлз, известный фотограф, возглавляет команду документалистов, съемки которых составят основу научных открытий. Я являюсь глазами ученых и исследователей. Я знаю, что цель моей съемки — показать все, чтобы можно было провести серьезные исследования, и это захватывающе. Их первая задача — пробное погружение. Они протестируют снаряжение и подготовят дайверов к поджидающим внизу предательским лабиринтам. Первое, что сделает руководитель команды дайверов Брайан Кейкук, проложит маршрут. Правило первое выживания при дайвинге в пещерах — это прокладка ходовика. Без этого ходовика ваши шансы на возвращение минимальны, и это именно становится причиной смерти большинства дайверов. Голубые дыры, на первый взгляд, могут показаться кристально чистыми, однако они полны ила. Во взбаламученной воде взвесь поднимается со дна или даже спадает со сводов и снижает видимость. Здесь это крайне плотное черное органическое вещество делает работу очень сложной. При движении тело создает давление на воду, и все впереди начинает двигаться. Необходимо учитывать вероятность возвращения в условиях нулевой видимости, держась за этот трос, на ощупь двигаясь обратно. Но даже линии жизни могут сыграть против вас. Трос — это неподвижный объект, нейлоновая нить. Вы опускаете ее под воду в пещеру, и она становится живой, злой, и может сбить вас с пути. Она здесь, чтобы убить вас. На нас висит много снаряжения, и все эти вещи могут просто запутаться в тросе или остаться на нем, если мы двигаемся слишком близко к нему, не следя за расстоянием. На тот случай, если они все-таки запутаются, у пещерных дайверов есть с собой ножи, как правило, несколько. Они любят иметь запасные вещи, и чтобы к этим запасным вещам тоже были запасные вещи. Хорошо, чтобы вы уловили суть, избыточность. Вы берете нож, еще один нож и другой нож. Фактически, это резак для парашюта, так что... О, черт. Любимый кухонный нож моей мамы. Не говорите ей. Подстраховка — вторая характерная черта этого типа дайвинга, в котором скалы, выглядевшие вечными, могут в одно мгновение рассыпаться от соприкосновения с пузырьком воздуха. Не прошло и нескольких минут с момента погружения, как это происходит. Брайан, обернувшись, увидел, как куски потолка обрушиваются на Кенни. Кенни выпускает трос из рук. Это была осыпшаяся рыхлая скала, и он практически пропал. Мы говорим о лавине. Я не видел ни один из своих приборов. Уэс, снимавший на камеру, был побит обломками. В одно мгновение видимость стала нулевой, и я попал в ловушку. Как-нибудь выключите свет по всему дому, и, натянув мешок на голову, попробуйте найти выход наружу. Это непросто, и ритм вашего сердца участится. Брайан до сих пор держит трос. Кенни хватает его за ногу, и они выбираются, осыпанные обломками. Побывав под ливнем из известняка, мы решили обвалить остатки скалы, сделав пару оборотов, хотя бы для собственного успокоения. Это лишь небольшой пример того, как в одно мгновение все может пойти не по плану. Да, в расчете на количество попыток это самый опасный спорт на Земле. Я вижу мертвецов, погружающихся со мной. Смотрю на них и думаю, потенциально этот человек обречен. Здесь, внизу, малейшая ошибка превратит потенциальное в реальное. Из ниоткуда появляется кость человеческой руки. Потом фонарик. Затем нож, привязанный к гидрокостюму времен 70-х с оранжевым рукавом и безголовым тылующим. Останками умершего дайвера, пойманного в ловушку в этой пещере 30 лет назад. Он остался скрюченным, как будто пытался найти путь обратно. Рядом лежит голова дайвера. Маска до сих пор на месте лица. О присутствии тела здесь было известно давно. Но оно так и остается неопознанным. Здесь так глубоко, что никто ни разу не пытался поднять его с глубины. Необходимо осознавать пределы своих возможностей. Это помогает оставаться в живых. А отсутствие этого погубило много людей в пещерах. Ты не знаешь, что там. Ты не знаешь никого, кто уже побывал в таких местах. Это все похоже на большой обман. Сама человеческая сущность заставляет нас бросаться в неизведанные места. И голубые дыры Багамских островов с сотнями километров неизведанных переходов готовы удовлетворить это любопытство. Голубые дыры сформировались целых 300 тысяч лет назад в середине ледникового периода, когда распространился ледяной покров, в результате чего уровень моря понизился. Тогда уровень моря был ниже более чем на 120 метров, и Багамы были сухой возвышенной равниной. С течением времени дождь проделал отверстие в возвестниковой породе Багамских островов, создав пещеры. Когда уровень моря вновь поднялся, пещеры заполнились водой. Океанская вода осталась в основании, пресная вода скопилась на верхнем уровне. В конечном счете нижний слой оказался полностью лишенным кислорода, и именно поэтому голубые дыры стали капсулами времени. Без кислорода сохранились кости и другие свидетельства прошлого. И это то, что, по сути, привлекает исследователей пещер. Прошло больше часа. Обвал, столкновение с трупом. Пробное погружение заканчивается, и все вздыхают с облегчением. Это было по-настоящему весело. О, Боже, как адская бездна. Это были самые напряженные 78 минут моей жизни за долгое время. Как часто говорят дайверы, успешным считается погружение, из которого удалось вернуться. Только начинаешь чувствовать себя как дома, как неожиданно скала рушится прямо на тебя. Мы смеемся, потому что мы здесь и можем смеяться. Пойдем, поплачем рядом с автобусом. Со своей силой духа и снаряжением они готовы взяться за дело о биологии давностью в тысячи лет. Несмотря на то, что Багама находится лишь в 96 километрах от побережья Флориды, на них присутствуют только крошечные фрагменты дикой природы, характерной для Флориды. На Багамах нет крокодилов или черепах. Никаких крупных хищников. Но так было не всегда. Дэвид Стэдман желает узнать, почему. Он является одним из самых авторитетных экспертов по экологии островов. Он предполагает, что Багамы когда-то были цветущим раем и приехал для того, чтобы найти этому доказательство. Мы недооцениваем биологический потенциал островов. На островах когда-то были наилучшие условия для многих видов, однако животные были более уязвимы именно на островах. За многие столетия ураганы вычистили эти острова. На поверхности не осталось даже следов каких-либо окаменелостей. Поэтому для поиска останков, пожалуй, остается только спуститься вниз в голубую дыру с названием Солмилсинг на острове Абако. Высокие стены придают ей вид естественной ловушки для животных. По мнению команды, это прекрасное место для поиска останков животных, которые жили здесь в прошлом. Раскопайте нам породу поглубже. Поскольку Стэдман не является дайвером, команда водолазов будет его глазами и руками, откапывающими кости на глубине в крайне опасном месте. На это это очень дезориентировающее место. Нам нужно держаться друг друга. По тросу, по тросу, по тросу. Прежде чем они достигнут дна, где могут быть окаменелости, дайверам предстоит преодолеть еще одно рискованное препятствие. Толстый слой ядовитого сероводорода. Этот раствор природного оранжевого цвета фактически представляет собой экскременты миллиардов бактерий. Они питаются органическими веществами и в результате выделяют сероводород, который является еще одной смертельной преградой на пути к исследованию голубых дыр. Водолазы не могут защититься от яда, потому что он проникает через их кожу. Здесь при концентрации около 150 миллиграммов на кубический метр сероводород вызывает сжение на губах и источает запах тухлых яиц. Длительные взаимодействия с этим веществом вызывают повреждение мозга, поэтому дайверам необходимо быстро проскочить этот ядовитый слой. Но на другой стороне их ждет бескислородная зона. Здесь и должны остаться кости животных, упавших в голубую дыру. Это очень похоже на смоленую яму, только она водная. Животные попадали сюда и после гибели погружались в слой воды без кислорода. Поскольку эта вода не содержит кислород, микроорганизмы, такие как бактерии или грибки, которые в нормальных условиях разлагают кости, не могут выжить. Поиск окаменелости в голубой дыре принимает интересный оборот. Даже легкое прикосновение к ним может поднять ил и создать опасную тотальную темноту. Исследуя дно, Брайан делает находку. Это панцирь, по форме, напоминающий черепаши. Бескислородный слой не способствует сохранению кожи или мышц, но позволяет панцирю или костям оставаться практически в первоначальном виде. Примерно в шести метрах дальше он обнаруживает кость другого существа. Это фрагмент позвоночника. Ночь его. Затем прямо из ила приходит ответ. Череп, 30 сантиметров в длину, полный зубов. Это древний крокодил, настолько идеально сохранившийся, как будто его берегли в музее. Крупные существа, похожие на него, в настоящее время не водятся на багамах. Эти останки, возможно, свидетельствуют о затерянном мире, сохранившемся здесь. С находками в руках, команда по тросу продолжает движение вглубь пещеры. В этой части Сомилсинг пещера раскрывается. Тысячи лет назад, когда уровень моря был ниже, этот высотный проход, пожалуй, служил отличным домом для птиц. Сегодня дайверы фактически заплывают на этот уступ, где когда-то гнездились птицы и продолжают поиск окаменелостей. На уступе они находят шаровидное гнездо. Под ним они расставляют сеть, окружая сосредоточение тонких костей разных типов. Можно предположить, что гнездившаяся здесь птица была совой. Кости — останки мелких животных, которыми она питалась. Поскольку совы не могли переваривать кости, они накапливали их в зобе и затем отхаркивали комками. Это золотое дно для исследователей. Кости ящериц, змей, мышей и небольших птиц. Перепись здешнего населения тысячелетней давности. Эта находка удовлетворит Дэвида Стэдмана, ожидающего возвращения дайверов. Мы нашли их! Не могу дождаться, когда мы их исследуем. Там в породе, которая в контейнере, могут быть спрессованные кости, поэтому поосторожней с этим пластом. Хорошо, держу. Это целая, целая черепаха. У Стэдмана есть догадка, что существует связь между черепахой и крокодилом. По-другому и быть не могло. Однажды упавшая сюда черепаха никогда бы не выбралась. У нее не было шансов. Можно представить себе крокодила, заползшего сюда, чтобы съесть черепаху. И после того, как он ее съел, он тоже никогда бы не смог выбраться из этой ямы. Это так поразительно. Никто раньше не видел это создание. Мы были первыми, кто прикоснулся к нему. Почувствовал, изучил и узнал, что там происходило что-то удивительное. Можете себе представить, как раньше выглядело это место, когда вокруг кишели крокодила. Когда Стэдман исследует панцирь, он сделает удивительное открытие. Следы укусов крокодила подтверждают его догадку. Именно поэтому окаменелости из этих впадин настолько невероятны. Это свидетельство не только того, как выглядел это животное или как выглядел крокодил, но и кто на кого охотился. Затем он исследует находки, обнаруженные рядом с гнездом совы. Это похоже на образец известняковой породы, о котором я мечтал. Никогда еще рвотные массы совы не выглядели настолько интересными. И так теперь мы сможем изучить несколько целых скелетов. Мы на пороге открытия видов, о которых раньше никто не слышал. С каждой костью, которую он идентифицирует, проясняется картина древнего мира Багамских островов. Три самые крупные кости здесь. Основные кости ноги бескрылого пастушка, неописанного вида, неизвестного современной биологии. Этот новый вид дополняет список, включающий крокодила, черепаху и других животных, найденных в Соумилсинг. Ящерицу, жаворонка, пещерную сову, багамского питона и хищника кара-кара. Всего лишь одна сумка с известняком позволила Стэдмэну установить 35 видов, неизвестных в этом месте. А три из них абсолютно неизвестны науке. Теперь ясно, что сотни веков назад эти бесплодные Багамские острова не были такими пустынными. Что же произошло? Кости, которые я отобрал, принадлежат видам птиц, которые в настоящее время не живут на острове. Похоже, на основе этого небольшого образца мы можем установить, что случилась серьезная катастрофа. Около тысячи лет назад большинство этих животных таинственным образом исчезли. Следы окаменелости, которые относятся к периоду более 12 тысяч лет назад не могут ответить на вопрос. Что же уничтожило этих животных? В 1492 году Багамы стали первым кусочком суши в этом полушарии, на который уступил Христофор Колумб. Здесь он встретил племя Лукайан. Индейцы Лукайан были потомками племен постепенно мигрировавших на Багамы из Южной Америки примерно в 8-м столетии до нашей эры. В то время Колумб почти ничего не записал об их ритуалах и традициях. Согласно скудным сведениям, которые дошли до нас, народ Лукайан считал голубые дыры священными. Они верили, что эти пещеры были колыбелью всего человечества. Когда кто-то умирал, его тело относили обратно в пещеру. В начале 90-х годов прошлого века в подводной пещере с названием Святилище на острове Андрос были найдены останки человеческих тел, которые могли относиться к древним ритуалам Лукайана. Помня об этой находке, команда продолжит поиски останков в святилище. Они попытаются выяснить, существует ли связь между племенем Лукайан и полным вымиранием животных, произошедшим около тысячи лет назад. Нашей целью является погружение и поиск предметов, похожих на кости и черепа, съемка и подъем находок. К команде исследователей присоединяется Майкл Пейтман, первый из местных жителей и первый археолог который спустится сюда. Я ждал этого с тех пор, как начал заниматься археологией. Это загадка острова. То, что я смогу найти, я хочу знать, в чем тайна. Закрепив трос, команда начинает погружение в ту область, где 20 лет назад были обнаружены человеческие останки. Они еще на пути к месту, где были найдены кости. Погружаясь, дайверы проплывают через галлоклин. Галлоклин образуется в местах, где нижний уровень соленой воды переграничит с пресном. Вскоре на глубине 80 метров они приближаются к уступу, где были найдены кости. И тут новая опасность. Окружающие скалы указывают на то, что здесь находится огромная пропасть. Такие вещи не всегда замечаешь сразу, когда эти каменные глыбы устремлены вниз. Мы проплываем мимо валунов размером с дом, и растут они прямо с потолка. Они знают, что это произойдет вновь, но не знают, когда. Это еще одна особенность, из-за которой глубоководная археология здесь, в голубых дырах, намного опаснее, чем в любых других местах. Когда ты ищешь что-то в открытой воде и чувствуешь проблему, можешь немедленно всплыть на поверхность. Ты можешь поднять любой найденный материал сразу на поверхность, но ты не сможешь это сделать в подводной пещере. Несмотря на преграды, усилия окупаются. Сначала человеческая челюсть, череп. Для археолога с Багамских островов Майкла Пейтмана это знаковая находка. Добравшись до места и увидев его, я подумал, я здесь могу провести часы. А оказаться первым жителем Багамских островов, погрузившимся в голубую дыру, было просто... Все это пока не укладывается у меня в голове. В конце погружения команде удалось найти фрагменты трех черепов. Но главный вопрос остается нераскрытым. Связаны ли они с тотальным вымиранием животного мира на Багамских островах? И могут ли эти черепа принадлежать индейцам Лукайан, о которых писал Колумб? Пейтмен обнаружил характерный дефект на черепе, который позволит подтвердить происхождение костей. Индейцы Лукайан привязывали к олбам и спинам детей планки и туго их обвязывали. Именно поэтому форма черепа становится конической, как здесь. Эта особенность была обнаружена исключительно в культуре народа Лукайан. Когда эти черепа прошли радиоуглеродное датирование, появилось еще более значительное открытие. Черепам, найденным в Голубой дыре, около 800 лет. Индейцы Лукайан в тот период уже населяли Багамские острова, но случилась катастрофа. Полное вымирание животных по результатам исследования Дэвида Стэдмана началось около тысячи лет назад. Вероятнее всего, существует связь между племенами Лукайан и вымиранием животных. Мы имеем окаменелости, датируемые как периодом в 12 тысяч лет назад, так и моментом, когда на островах появились первые люди. Поэтому, когда сюда прибыли люди, привезя с собой новые виды животных, крыс, кошек, собак, свиней и тому подобных, местные островные виды попросту не были готовы к встрече с новыми грозными хищниками. По всему миру самые уязвимые островные виды животных уже уничтожены. Они вымерли. Исследуя капсулы времени внутри голубых дыр, эти дайвера обнаружили затерянный рай и показали, как человечество навсегда изменило Багамские острова. Но кости не единственные сюрпризы голубых дыр. скрытые в образованиях, похожих на эти, здесь находятся секреты истории планеты. Секреты, которые можно обнаружить только в голубых дырах. Итак, команда направляется к голубым дырам, которые знамениты благодаря самым красивым геологическим образованиям на Багамах. Чтобы увидеть их, дайверы совершат погружение в другие голубые дыры на острове Абако. Для поиска и сбора образований нужного вида, известных как стелагмиты, Брайан Кей Кук, лидер команды дайверов и Кенни Броуд, антрополог, решатся на самое технически сложное погружение. Насколько там глубоко? Ну, прямо сейчас мы на поверхности. Фактически, это вы на поверхности. Эта впадина уходит примерно на 100 метров вниз. На то, чтобы распилить цельную породу в основе стелагмита, уйдет много времени. С двумя баллонами обычного воздуха они смогут остаться под водой максимум два часа. Но для этого погружения им понадобится в три раза больше времени. Поэтому они используют регенерационный аппарат. С похожими астронавты выходят в открытый космос. Регенерационные аппараты это устройства под управлением компьютера, позволяющие многократно использовать один и тот же объем воздуха. Регенераторы устраняют углекислый газ, который человек не должен вдыхать заново. Так что эти небольшие баллоны позволяют нам проникнуть глубоко в пещеру. Регенерационные аппараты идеально подходят для пещерного дайвинга. Они выпускают минимальное количество пузырьков, которые могут вызвать обрушение породы и затемнение. Но у них есть недостаток, который может оказаться смертельным. В среднем погибает один из десяти покупателей регенераторов. Это по-настоящему серьезный бизнес. Регенерационный аппарат очень сложное оборудование. Его нужно очень тщательно и уверенно готовить, постоянно проверять. Погружение с этими аппаратами означает для Кенни Брайана заманчивую, но суровую сделку. Провести практически неограниченное время под водой при серьезном риске погибнуть. Чтобы избежать риска, требуется особая концентрация, и для Кенни это вызов. Так я могу уединиться. У меня такое чувство, что весь день меня просто атакуют телефонные звонки, электронные сообщения. Это единственное место во всем мире, в котором можно уединиться. Только тогда концентрируешься на 100%, потому что есть только одна попытка выжить или погибнуть. На глубине в 45 метров Брайан и Кенни проплывают сквозь несколько пещер, наполненных сталагмитами. Эти минеральные образования растут прямо из дна. Некоторые из них в этой пещере формировались на протяжении 200 тысяч лет. Сначала пещера была сухой, потом через потолок проникла вода и заполнила пустые области. Сталагмиты формировались в результате постепенного накопления минералов и известняка, содержащихся в воде. Но эти прекрасные колонны нечто большее, чем геологические декорации. Внутри них сокрыта летопись Земли и ее атмосфера. Сталагмиты, которые собирают Брайан и Кенни, могут помочь ответить на многие решающие вопросы в хронологии климата нашей планеты. Вот что хочет узнать геохимик Питер Сворд. Сталагмиты могут стать ключом к разгадке того, какой был палеоклимат тысячи или сотни тысяч лет назад. То, что мы в настоящее время знаем об истории изменения климата, стало известно из двух источников. Осадочных пород со дна океана и образцов, взятых из ледников. Но сталагмиты этих пещер дают преимущество с точки зрения изучения истории климата из-за своего местонахождения. Багамы расположены рядом с Атлантическим течением Гольфстрим. Миллионы лет это течение несет теплые соленые воды на север, где они охлаждаются и оседают. Это поддерживает циркуляцию океана, также называемую Атлантическим круговоротом, который формирует климат. Сталагмиты фиксируют все изменения прямо в области субтропического Атлантического круговорота. То есть здесь самый центр событий. До этого дня у нас не было возможности узнать об изменениях, затронувших этот регион. Сталагмиты, которые собрали Брайан и Кенни, могут стать неистощимым источником информации об истории глобального климата. Используя эту информацию, Сворд сможет ответить на решающий вопрос. Хотя большинство ученых уверено, что климат Земли меняется, они продолжают спорить о том, насколько быстро. Сталагмиты позволят ответить на этот вопрос. Чтобы расшифровать информацию сталагмитов, Сворду необходимо их распилить вдоль с помощью алмазной пилы. Внутри можно увидеть обычные кольца роста, как у дерева. В каждом из них запечатлена климатическая биография определенного периода. В результате анализа Сворд сможет узнать количество осадков, определить вещества, содержавшиеся в осадках почве и воздухе и даже температуру. Исследование сталагмитов доказывает, что за последние 80 тысяч лет климат претерпел более 5 глобальных перемен. Это подтверждает открытие, сделанное в результате изучения образцов с ледников. Потом он замечает две любопытные детали. Во-первых, форма колец наталкивает на мысль, что как минимум одно из этих глобальных изменений произошло очень резко. В конце последнего ледникового периода, около 11 тысяч лет назад, климатические условия резко изменились. Сухой климат стал влажным всего за 50 лет. Это изменение, вероятно, сопровождалось повышением температуры и уровня моря. Суорт замечает кое-что еще. Некоторым из этих климатических событий предшествует таинственное темное кольцо сталагмита. Анализ образцов этого темного кольца обнаружил в его составе железо. Итак, существует ли связь между железом и изменениями в климате? Откуда он мог взяться? Багамские острова состоят из кораллов. Здесь нигде нет железа. В голубой дыре, где Брайан и Кенни срезали сталагмит, они заметили нечто, что может раскрыть тайну. На стене пещеры они увидели слой красной осадочной породы. В цвете ключ к разгадке. Присутствие красного цвета в пыли указывает на содержание железа. А это означает, что тысячи лет назад толстый слой, богатый металлом красной пыли, покрыл поверхность острова. Частые осадки смыли ее в отверстие в скалах. Так образовалась красная полоса. Но как же здесь оказалась красная пыль? Согласно одной из теорий, ее принесло из пустыни Сахара, которая находится в 7000 километрах отсюда. В период сильной засухи полевые бури в Сахаре поднимались в атмосферу и переносились потоками воздуха через Атлантику. Когда Суорт изучил железо, содержащееся в сталагмите, он подтвердил, что оно занесено сюда из Сахары, несмотря на то, что за тысячи лет красный цвет от воды поблек. Однако в темной полосе он нашел не только следы железа, но высокую его концентрацию. Железо здесь содержится в очень низкой концентрации, за исключением этой границы. Области с наивысшей концентрацией железа практически точно соответствуют отрезкам сталагмита, химический состав которых указывает на период глобального изменения климата. Это может означать, что пыль Сахары попадала сюда каждый раз перед изменением климата, когда температура и уровень моря повышались. Учитывая, что в настоящее время пылевые бури в Сахаре случаются все чаще, возникает беспокойство, что история повторяется. Сегодня мы знаем, что последние 40-50 лет считаются одними из самых засушливых в истории Африки. Это влияет на количество пыли, которое приходит из Сахары на Багамы. Было установлено, что за прошедшие пять десятилетий в Сахаре наблюдается десятикратное увеличение количества масштабных пылевых бурь. Если мы становимся свидетелями начала глобального изменения климата, то оно должно произойти так же быстро, как в прошлом. Возможно, за период, не превышающий продолжительность человеческой жизни. Мы особенно не переживаем из-за изменения климата, потому что считаем, что это произойдет после нашей смерти. Но в действительности за последние десятилетия мы наблюдаем существенные изменения. Если климат продолжит меняться так же быстро, очевидно, это будет иметь серьезные последствия для всего современного общества. Открытия Суорта предварительны, но они предполагают, что климатические изменения в прошлом произошли намного быстрее, чем кто-либо мог представить. Если бы такое изменение произошло сегодня, это принесло бы беду миллионам людей, населяющим территории, которые зависят от повышения уровня моря. Островные, прибрежные регионы по всему миру. для команды исследователей климатические изменения могут содержать непосредственную угрозу будущему голубых дыр. На сегодня, пожалуй, не существует способа предотвратить проникновение в их уникальную среду воды из-за растущего уровня моря. Голубые дыры уникальные хранилища научного знания. Рост уровня моря, сопровождаемый глобальным потеплением, изменит химический состав голубых дыр, и мы очень быстро потеряем массу ценной информации. Мы можем утратить большинство доказательств, содержащихся в породе. Это эквивалент на сожжение библиотеки. В конечном счете, когда уровень моря повысится, все эти свидетельства начнут распадаться. Поэтому мы действительно считаем, что должны вытащить так много информации из этих мест, как мы можем. И прямо сейчас исследователям, прикоснувшимся к глубинам этого смертельного и притягательного затерянного мира, нелегко принять вероятность утраты голубых дыр. Не представляю, как бы я продолжал жить, если бы не посещал свою подводную церковь. Мы опускаемся в глубины и очищаемся. Когда мы поднимаемся на поверхность, давление, трудности, испытания, конфликты, все забывается. Когда возвращаешься из погружения, чувствуешь себя как бы заново родившимся. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Петр Табелевич. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...